В первый рабочий день после долгих выходных тяжело встать пораньше и при этом не растерять праздничное настроение. К счастью, есть кое-какие уловки, чтобы легче было проснуться. Представьте себе, в назначенное время звонит мобильный телефон. На связи таинственный незнакомец, а может быть и незнакомка. Он или она будет разговаривать с вами, пока не проснётесь. Итак, приятно познакомиться. Лауреат премии Рунета, проект буддист.ру. Первый в мире социальный будильник. Его идея проста. Незнакомые люди из разных городов помогают друг другу проснуться и получить заряд хорошего настроения на целый день. Заводится живой будильник в интернете. Сони заказывают звонки на конкретное время, чтобы их разбудил кто-нибудь из добровольцев. А можно самому стать буддистом и выполнять заказы других сонь. Или даже совмещать обе роли. Если буддистов не хватает, за дело берётся робот Будя. В общем, всё продумано. Если вы хотите кого-то разбудить, вы заходите на сайт или через мобильное приложение. Говорите, назначайте время, когда вы хотите кого-то разбудить. И в нужный момент вам придёт входящий звонок. И вас соединят со спящим человеком. Думаете, легко заставить незнакомого человека проснуться? Ничего подобного. В арсенале буддистов куча разных способов вырвать Соню из объятий Морфея и не дать ему туда вернуться. Одни читают стихи, другие играют на гитаре или фортепиано. Третьи читают прогноз погоды или даже зовут в гости на Сахалин. Как правило, на связь выходят представители разного пола, отчего в разговорах появляется интрига. Только номера телефонов, конечно, не высвечиваются. Система буддиста поддерживает до 300 разговоров между людьми, находящимися в разных уголках России. На межгород при этом не тратится ни копейки. Можно совершенно бесплатно позвонить из Калининграда в Хабаровск и разбудить какого-нибудь местного Соню. Главное, чтобы он не был в роуминге. Иначе придётся раскошелиться. Живым будильникам работа сервиса не ограничивается. Недавно его создатели запустили новый проект. Анонимные поздравления, которыми незнакомые люди радуют друг друга по телефону. Помимо нашего основного проекта буддистов, мы также запустили недавно наш другой проект. Он называется поздрафон. Это так же, как и буддисты, это горячая линия, но на этот раз поздравлений анонимных также. То есть любой человек может позвонить и кого-то поздравить с праздником. Год назад россиянки получили приятный подарок на 8 марта. С женским днём их поздравил сам Никита Джигурда. Его неподражаемый бас разбудил две с лишним тысячи девушек. Как вам такой заряд положительных эмоций с утра пораньше? Это твой буддист, Соня. Никита Джигурда. Сколько можно спать, девочка? 8 марта. 8 марта, с которым я тебя поздравляю. Буддист существует всего пару лет, но уже успел получить премию Рунета как лучший стартап года. И это не считая сотен публикаций в СМИ, тысяч записей в блогах и десятков тысяч лайков в социальных сетях. Он уникален, не имеет аналогов в мире. Буддист – это абсолютно уникальная идея, и такого до этого нигде не было. Это, в общем-то, такой неординарный случай, когда идея родилась не на Западе и пришла к нам, а наоборот. Она родилась внутри России. И на Западе до сих пор нет ни одного аналога нашего сервиса. Мы планируем выходить туда, уже патентуем нашу идею, наши разработки. Но пока что разрабатываем платформу, доводим ее до ума, чтобы потом уже сделать локализацию на других языках. Прошлым летом буддист открыл границы. Теперь к нему могут присоединиться русскоговорящие люди из любой страны. Приятное общение с незнакомым человеком привлекает десятки тысяч абонентов. Многие из них быстро переходят на «ты», обмениваются номерами и даже встречаются. У нас стоит ограничение на длину разговора – это две минуты. Но, как правило, за это время люди успевают не только проснуться, но иногда и познакомиться, узнать, кто где живет, кому что нравится. Так как сервис анонимный и телефоны не раскрываются, то иногда они пытаются найти друг друга в социальных сетях, в нашей группе или где-то еще. Иногда такое случается. Даже были случаи, когда люди влюблялись, уже начинали встречаться. И даже мы точно знаем, что они поженились. Верится с трудом, но сейчас буддисты обслуживают всего 15 человек. Это, конечно, только начало. У создателей проекта масса планов. Например, присоединить абонентов, говорящих по-английски и на других иностранных языках. Главное, сервис всегда будет оставаться бесплатным, а утро – добрым. Субтитры создавал DimaTorzok